Татьяна Иванова работает кондуктором 18 лет. Эта профессия для нее является весьма многогранной. Как признается девушка, она бывает экскурсоводом, путеводителем, психологом и даже скорой помощью для пассажиров. Каждое утро Татьяна приходит на работу с улыбкой, понимая, что своим настроением она может обеспечить хороший день и тем людям, которые только едут на работу. Человек, когда едет на работу, у него начинается рабочий день уже с автобуса, с дороги на работу. И создавать хочется настроение людям. То есть не то, что бу-бу-бу, а заходят, улыбаешься, здравствуйте, присаживайтесь. И они в ответ тоже улыбаются и вроде как общение. Люди ценят такое отношение кондуктора к работе. Если человек кондуктор позитивный, соответственно, с утра у людей настроение поднимается. То есть в течение дня уже человек чувствует себя более-менее каким-то, даже можно сказать, счастливым. Вот есть человек, есть понурый, а тут его встречают с улыбкой. То есть там не грубо. Это очень приятно. Вежливый, культурный кондуктор, хороший кондуктор, доброжелательный. Вообще важно, чтобы люди были добрыми. С декабря прошлого года Татьяна работает на маршруте 11 автобуса, до этого на 23 маршруте. Она говорит, что многие пассажиры стали ей родными. На новом маршруте люди только знакомятся с девушкой и отмечают, что представители муниципального транспорта в целом более доброжелательные, чем частные перевозчики. Культурно, как все кондукторы. Вот вы лучше маршрутку спросите, как они ездят. Я недавно в маршрутку такую попала, что он выгнал девушку с тремя детьми. Не видела таких кондукторов еще в своем передвижении на городских транспортах, чтобы с кем-то можно было вступить в какие-то перепалки. К сожалению, не все люди так же хорошо относятся к кондукторам. И при всей человеческому уважению хочется так же нагрубить пассажирам, потому что встречается больше пассажиров неадекватных, чем сотрудников, работающих на городском транспорте. В празднике Татьяна также не оставляет своих пассажиров без внимания и с радостью их поздравляет. Я еще и с Небурочкой могу одеваться на Новый год. Конфеты раздаю детям, только детям. В этом году девушка даже выпустила видео для рязанцев, в котором поздравила их с Новым годом. Отвезем мы всех-всех-всех, где гуляние и смех. Если с нами, ставьте класс. Мы работаем для вас. Кроме положительных эмоций от приятного общения с кондуктором, рязанцы отмечают, что в автобусе очень тепло и чисто. А водитель управляет транспортным средством плавно, аккуратно и внимательно. Оказалось, что автобус достался водителю Александру Лейкину 13 лет назад абсолютно новым. У транспортного средства есть свое имя – Катя. В честь двигателя под названием «Катер Пиллер», расположенного под капотом. Автобусу 13 лет, но из этого класса, который 13-летний, он считается самым лучшим, потому что в нем работают все печки. То есть как в Новом. Мы следим за чистотой, мы его сами моем. Ну и вообще стараемся поддерживать то, что в наших силах мы стараемся делать. Коллектив этого автобуса отмечают рязанцы благодарственными письмами. Кондуктор и водитель получили множество грамот от руководства и планируют продолжать свою работу. В день автобус переводит от 400 до 500 человек, совершая 13 выездов. Татьяна отметила, что трудные пассажиры на ее маршруте тоже встречаются. Однако они не могут испортить ей настроение, ведь большое количество приятных отзывов делают ее счастливой.